Мы разбирали вчера, что будет, когда Ходиш Твет или Ходиш Адар выпадает на Шаббат, то нужно вынимать три сапертура и читать их. Сейчас Мага начинает разбирать, что будет, когда он выпадает в Йом Холь. У нас есть вопрос, если выпадает Ходиш Твет в Йом Холь, то нам нужно читать две, у нас есть две причины читать Торо. Одна причина называется Ходиш, как мы всегда в Йом Ходиш читаем Торо. Вторая причина называется Хануку, потому что Ходиш Твет всегда выпадает на Хануку. 25 число начинается, всегда выпадает на Хануку. Зависимо нужно читать и Пороша про Хануку. Вопрос какой порядок действий. А на этом есть спор, говорит на распор. А четвертый читает про Рош-Ходаш, как в Шаббус, наверное. Можете читать с самого начала. Кит все равно читает всю Порошу, Шаббус читает не человек. Все, все человек про Рош-Ходаш. То есть то, что сказал Равис-Хнабра, это как бы вещь, которая мистабер. Почему? Та вещь, которая логична. То есть то, что у нас есть правило во всей Торе, когда у нас есть две митцы перед нами. Мы не знаем, что делать, в каком порядке. У нас здесь бывают ситуации, когда нужно делать несколько методов. Нужен какой-то порядок. У нас здесь правило Тодер, вражай на Тодер, Тодер Кодам. Но это отвечает на Равис, почему он сначала читает про Шаббус. Совершенно верно. Но почему здесь три? Потому что когда уже начали, сколько здесь это самое? Начали уже, так это вещь, которая настала и Карабный Хор, поскольку это самое. Все не отвечали. В случае, почему он первый... А? Присуманисы, посадки, но... Не важно, так сказать, вещь, которая... Да. Расходишь, а потом три пахнут. Это вещь, которая, видно, не эта самая. Почему-то к этому не относится. Потому что первая вещь, она видна, как-то уже логично на нее три человека. Логично начаться? Не знаю. Хвейс... Ну, к Бори, было очевидно, что она более важная тоже. Тодер, Вену, Тодер и Тодер Кодам. Где мы это видим? Хвейсус. Мы читаем сначала Шаббас, потом Усав сначала Шаббас, а то Рош Ходаш. Почему? Потому что Шаббас более часто встречается, чем Рош Ходаш. А именно Шаббас четыре раза. Ну, раз в неделю, а в месяц это... Ну, в месяц, раз в месяц. А? Ставки Берката Амазона. Ставки Берката Амазона тоже самое, чем у Ноша Ше. Тодер, ну, Тодер. У нас много есть ситуаций, когда это самое... Жертвы тоже идут, так сказать, когда более частые жертвы, более нечастые. А? По-моему, нет такого слова, Кассидрам. Да, например, это сказка, да, когда есть Мусав, допустим, попадает и Рош Ходаш, и Рош Шон, чаще всего тоже попадает на Рош Ходаш, соответственно, приносит и жертву Рош Ходаш, и жертву Рош Шон, соответственно, томит, что Рош Ходаш, сколько я помню, и томит этот самый Мусав. Как бы то ни было, есть у нас много ситуаций, то есть, когда у нас есть вопрос, какую Митцву делать раньше из двух Митцвот, и одно из правил, которое мы часто используем, называется Тодер, конечно, Тодер, Тодер Кодом, а здесь то же самое. В моем случае, я сказал, что с Рававин с ним спорит, он говорит, что это Равдиме места, но он говорит, что я, наоборот, скажу, что есть здесь Свара, есть здесь логика, сказать, ровно наоборот, как Равдиме, а именно, что сначала читают Ханук, а потом Рош Ходаш, почему? Heroin der Khrunn ok Kiri Genk 8 Genk 9 Genk 10 Genk 9 Genk 9 Genk 10 Genk 11 Genk 10 Три человека, в Рош Ходыш поднимается четыре человека, в любой Рош Ходыш. Что отличается от того, почему мы считаем сегодня четыре человека, в Рош Ходыш, который был на Хануку. Потому что он только Рош Ходыш. Если была бы Ханука, мы бы считали бы три человека. Поэтому четвертый как бы относится только к Рош Ходышу, не относится к Хануке. Поэтому логично сказать, что четвертый считает Рош Ходышу, потому что он к нему относится. Ханука, она как бы достаточно три человека, и она, так сказать, три человека относится и к Рош Ходышу, и к Хануке. А вот четвертый, поскольку относится только к Рош Ходышу, логично, что четвертый считает Рош Ходыш. Это значит, что читают сначала Хануку, а потом Проросходыш. Потому что делают из Хануки и Карр, а Росходыш не обращают внимания делать его главным первым, а делают его второстепенным. Проросходыш и Карр, сначала читают Росходыш, а потом уже Хануку. Почему? Тодир, Шейна Тодир, Тодир, Кадым. А? В смысле? Мы сказали, что Мишни написано у нас, наши Мишни как раз об этом говорит, что Ле Кольмов Сикин, что все эти чтения не Ле Кольмов Сикин. Насколько была логика в этом, что Ле Майсы нету, то есть постановление читать Тору в какие-то в Шейне в Хамше. Есть у нас две постановления. Есть постановление про честь Тору от начала до конца, для этого надо читать Шейни в Хамише. Это читать достаточно в Шаббат. Шаббат читаю Тору, заканчиваю от начала до конца. Дальше. Есть другое постановление, чтобы каждые три дня читали Тору. Минимум. Теперь, что читали в Торе каждые три дня, эта вещь, которая видна, она не столько важная, потому что это две разные как бы... Крия Ацма. Крия Ацма нужно, чтобы читали Тору. Чтобы читали Тору раз в три дня, чтобы не было три дня при чтении Торы в синагоге и так далее. Теперь, поэтому, если у нас ничего нет, никаких праздников нет, обычных дней. Обычные дни мы читаем следующую прошедшую, это вещь, которая самая. Но любая вещь, которую, мы ее отменяем. Почему отменяем? Потому что эта вещь, так я это понимаю, не знаю, надо посмотреть, что внимательно мы форшим. Наша мечта говорит, что Лаколь Мавсикин. Любая вещь отодвигает парадшаву. Видно почему. Потому что, так я понимаю, в этом логику. Я не видел, сейчас немножко говорю вещи, которые я не видел, не очень люблю так говорить, но... То есть, как она, это Крия, а... Для хора так слышно это. А льма-ликро это нет. Поэтому, когда читали Рушходы. Читали Рушходы, потому что это относится день. Потому что Немайси читает следующую парадшаву, в этом нет усиленной логики, так сказать. Подготовка, что это такое, так сказать. Это не, как бы, это... Сколько сейчас это читают, то сейчас это читают. Но, в принципе, это нет в этом какое-то самое. Есть... У нас, как сказать, есть положение прочесть всю Тору. Раскок от времени. Раскок от времени у нас был два... Тоже нет такого, так сказать, просто... Есть, как бы, то есть, очевидно, что есть такой нян прочесть всю Тору от начала до конца, чтобы люди ее читали. Раскок от времени в этом тоже не написано, так сказать. То есть, что это вещь, которая зависит от обычаи. Сегодня у нас обычаи, как бы, вэлибл, что мы раз в год заканчиваем. Видно, говорят, что был другой обычай, заканчивай раз в три года, но в любом случае все согласны, что есть иньян или есть Аллаха про честь Сью-Тору. Теперь, когда делали шабатот, шабатот читают Сью-Тору. Опять же, несмотря на это, на праздники отодвигают, не знают тоже, почему, нужно понять, почему. Так в случае постановили, что если праздник был на шаббат, мы не читаем Парашад Шаву, а что мы читаем? Мы читаем иньян и даюма. Почему? Потому что, видно, это более, как бы, это вещь, которая более, так сказать, читать Парашад Шаву, Касседов, в этом нет никакой логики. Есть логика про честь Сью-Тору, но нет логики, что это должно быть, так сказать, есть какое-то, это относится к этому времени. Несмотря на то, что есть там Сидру, что как-то, так сказать, всегда выпадает Китово перед Рошашонок, как мы сейчас читали, всегда выпадает Бахукойс, по-моему, перед Швой, если не ошибаюсь. Почему так выпадает? Потому что есть Акиньонимы, Тахляеш, Анавахурасы, но это вещь, которая, как бы, это нет логики четкой. Когда то, что читают в празднике, это есть, которая в этом, как сказать, логика бейцам. То есть есть представление читать в празднике про праздник, да, то есть мы изучаем праздник и лохот праздник. Праздник читает про этот праздник, это вещь, которая большой, то есть вещь, которая логичная, большой нян. Шаббат читать именно Парашад Шаву, это нян, который просто закончил всю Тору. В Йом Хольт читать отрывок с Парашад Шаву, это потому что надо что-то читать, это еще меньше нян. Поэтому, любая вещь, это двигатель. Когда есть добавка, то есть, когда есть, у нас действительно не отжалём. Теперь четыре пороша эти. Это вещь, которая как бы добавка, она такая, по логике. Это не то, что не от этого дня, который, это добавка. Зачем? Что вспомнишь? Что нужно принести шкалим. Как мы разобрали, что вспомнили? Что нужно очистить? Теперь это самое. Есть раз в год вопрошат Амалека. Сказали это самое. Неспредимое, это уже махлокис. Мы отменяем парашашеву? Не отменяем парашашеву, как мы уже видели. Это махлокис. Мы читаем только это парашка, она пришедёт или нет. В любом случае, что мы делаем? То, что мы сказали, да, то есть у нас спрос, когда у нас две причины, что читать, что читать. Какой порядок? Теперь, здесь, когда Рушходиш Твет выпал в Хануку, у нас есть две причины читать. Есть причина читать Рушходиш Твет, читать Хануку, поэтому читаем обе те пороши, потому что вещь, которая свитна, она как бы, иньян в это ходит читать. Рушходиш, который упал на шаббат. Видно, это, как сказать, шаббат, ну, шаббат можно добавлять, так мы читаем и то, и другое. В Хольме уже видели, что если не наоборот, не это самое. Говорит Мара. Итмар, хали йод бе ата ты цавэ. Что будет, если выпала... А? Бе ата ты цавэ. Что будет, если выпала... Выпал Рушходиш Адар. На ата ты цавэ. Ата ты цавэ, это пороша, который перед китисом. Соответственно, мы сказали, что Аллаха, мы читаем Порошат Школьм, начало Порошат Китиса. Теперь, а здесь, Порошат Шаво, какая получается ва ата ты цавэ. Ата ты цавэ, это предыдущая перед китисом. Что теперь делать? Как себя вести? Получается, что я просто продолжаю учтение Торы без всякого изменения. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы делаем, что шесть человек читают, как обычно Порошат Китиса. А седьмой человек, который мафтир, как мы сказали, что времена Мары, так сказать, и Карала Хашто. Седьмой человек он мафтир не восьмой, как у нас, а седьмой. Поскольку можно добавлять, так мы сегодня принято добавлять на вещи, которые нам больше. Так он читает ата тиса, китиса, как в Порошат Школе. Адва осису, до конца китиса, то, что мы читаем в Крияду Порошат Китиса, который лишь Колю. Так сказал Равицак Навхас. Происнима Байома Раба и Амрей. Акумэ Гудэ Камукмэй Оссум. Скажут, что просто там закончилась Пороша? Это не выглядит, что есть какое-то изменение. То есть должно быть... Зачем читать Рошхода? Что люди вспомнили, что нужно приносить Шкалим. Зачем читать, извиняюсь, Порошат Шкалим? Чтобы люди вспомнили напоминание людям, и сегодня мы это в память. А в временах храма зачем читали Порошат Шкалим? Напомнить людям, что нужно приносить Шкалим в храм, чтобы приносить на них жертвы. Теперь, поскольку это читают подряд Тору, не надо никуда листать, не надо ничего. Просто читают. Это не какое-то питание, потому что подумают, что сегодня у нас есть уже хумашем, там все расписано, как это самое распечатано. Раньше здесь люди были свитки просто. Просто это самое читают Тору. Тут остановились, тут остановились. Не выглядит что-то такое, как сказать, драматия. Это не выглядит какого-то самым. Поэтому это вещь, которая не будет напоминания. Я леом Рабаи, поэтому лаэсэзис. То есть шесть человек читают. Всю Атат и Цаба, как обычно. И продолжает шестой человек читает начало Китисо. Сколько начало Китисо? То, что мы делаем. То есть до момента Китисо, как написано в Шедрихе, это Просад Шкале. И седьмой человек, который мафтер, Вахат Кареми Хитиса повторяет Ваосисо. Он повторяет этот Китисо, повторяет тот читает. Когда два раза читает один такой большой отрывок, это уже выглядит, так сказать, это уже большой шиной. Это вещь, которая уже выглядит, как сказать, что этого достаточно, чтобы, как называется, чтобы это было, так считает Абай. Говорит Мара Маисевый. Мара на эту тему спрашивает вопрос. Как написано, братья, что если попадает Рошходиш Адар, когда читает Порошат Школем, на Порошат Шаво, который рядом с Порошат Китиса. Не важно, передали после. Читает и повторяет это. Так написано, братья. Когда выпадает, допустим, Китисо на Порошат Школем, то читает Китисо, повторяет и повторяет. Порошат Школем, начало Китисо. Или Равицко Кнавха Каши. Равицко Кнавха Каши, потому что ничего не повторяют, просто читают подряд. Абай, Равицко Кнавха, или Абай, или Миниха, ты хочешь сказать Порошат Школем? Хорошо, когда выпадает Китисо на Шаббат, который после, как называется, после Порошат Школем. Потому что, да, мы повторяем, Абай объяснил, что мы читаем Китисо, которые перед Школем. Потом мы читаем два раза, то есть шестой человек читает до, то есть это кусок Китиса, и седьмой человек, который Махтер тоже читает, кусок Китиса. А если наоборот выпало, что Китисо идет перед Порошат Школем, здесь ни шая, ни ковы Кефели, что это Кефели? Очевидно, что здесь делать нечего. Здесь ни ковы, здесь параллельников нет, или Хорм повторяет то, что читает, то есть как он читает, какая там после Китиса Пороша идет. нет, это хананка во дворе. Шла Хисру, Трума, Китисо, Китисо, Порошат Ваягель. Он не читает, но снова читает Ваягель, после того, как он закончит Ваягель, он читает Китиса, это вещь, которой, очевидно, то есть ничего нет, или Маи, чтобы не умирать. Кофлябы, Шабата, и не имеют ввиду брата, чтобы в тот же Шабат читают этот отрывок, имеется ввиду, что в этот Шабат читают Китисо, и на следующий Шабат опять читают Китисо, после того, как закончили читать вражаться. То же самое, здесь, читают в два раза, как я сказал, как говорит Рабыцов. То есть в первый шаббат читают кититсаве и китису, как начало это самое, как для этого самое, а второй читает только китису. Давайте немножко еще раз пройдем. Халилет бы китису ацмой. Что делать, когда выпадает на китису ацмой? Когда выпадает на китису ацмах. То есть прошат школе, нужно прочесть китису ацмах. Что делать? Омра витсах нафха. Кару шита минвосису адваяги. Читает, 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 как обычно, порошат китису, от начала да и в ягель. Эхат карем и китису адвасису. То есть пропускают начало пороши. Говорит, Равыцах нафха. Почитают, начинают с второго. Что показать? А в последнем, афтер возвращается в начало. Говорит, говорят, абаи, это неправильно. У нас говорят, абаи, аж-то маски в макшелеце, заводай, аж-то амры или мафрей у декари. Здесь проблема, что мы читаем Тору нафрае, Тору нужно прочитать по порядку от начала до конца. Здесь получается, у нас есть подокона, что нужно прочитать Тору от начала до конца и нужно прочитать по порядку, нельзя делать, так сказать, читать Тору не по порядку. У нас есть постановление, как мы сказали, что за весь год мы прочитаем Тору от начала до конца. Здесь получается, что мы прочитаем, как сказать, нет начала, здесь мы прочитаем, пропускаем кусок. Потом возвращается на этот кусок. Вначале начинается с китиса к обычному, а потом повторяет и читает китису. Здесь уже по-другому объяснишь, что читают и повторяют. Говорит о мире, по-моему, сегодня уже мы говорим, что сегодня есть еще один способ, как это самый принятый, поскольку вносит две торы приняты, хотя здесь не нужно носить две торы, поскольку рядом, в принципе, достаточно одной торы, все равно, что был и эйкер, выносит две торы. Еще сегодня мы это самый минаг, сколько есть минаг сегодня, говорит Кадиш перед Мафтером, из-за этого мы, кстати, добавляем седьмого, как мы говорили, раньше не было такого минага, это тоже является как бы эйкер, что то, что китиса, это считается это самое, это еще два эйкера, которые добавлялись в наше время, в то время на гора не было. До сих пор мы закончили эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok